Летняя пора – это пора отпусков большинства россиян. Но для тружеников сельского хозяйства ягодоводов, напротив, это пора сбора ягод. Лето 2021 года для совхоза имени Ленина выдалось очень сложным. Директор совхоза Павел Грудинин так прокомментировал сложившуюся обстановку. Я очень долго работаю в совхозе. Никогда не было такого удивительного сложившегося цепи обстоятельств, которые негативно повлияли и на развитие растений, и на урожай, и на сбор. Весна была очень холодной, мокрой, а потом сразу наступило очень жаркое лето. Помните, температура до 37 градусов доходила. И вот как раз пришлось время на созревание земляники, она стала не наливаться, не увеличиваться в размерах, а просто сохнет, а потом вялится. Ну, а потом ливневые дожди, которые в Москве привели к потопам, а у нас на полях тоже вода стояла междурядьих. И то, что не смогло, то есть то, что даже выросло, началось с замака. Все равно мы где-то в день собираем от 40 до 20 тонн, в зависимости от того, количество людей приходит. Ко всем обратились в просьбу прийти к нам помочь в сборе урожая. На сегодняшний день 250 человек в поле, это очень мало. К сожалению, нужно в 10 раз больше, чтобы собрать сейчас то, что есть в полях. Таких обстоятельств поддержка сельхозпроизводителей становится делом всех политических партий, независимо от цвета их флагов. На днях на поля совхоза высадился трудовой десант ЛДПР во главе с лидером партии и вице-спикером Государственной Думы Владимиром Вольфовичем Жириновским. Он сообщил собравшимся СМИ, что приезжает совхоз имени Ленина в 14 раз, и традиционно похвалил трудовой коллектив и предложил присвоить Павлу Грунину звание Героя Труда. Вот, вот она хорошая, средней величины, на один раз, бывает толстая, широкая, даже придется два раза. Вот наша русская, подмосковная, средней сладости. Я уже предложил Павлу Николаевичу переименовать город, поселок имени Ленина, а назвать Клубникоград, или Зюгановград, или Грудининград. А почему? Все должны быть красиво, маечки должны быть с клубничкой, наша клубника, подмосковная клубника, вот как здесь, ЗАО, все, совхоз имени Ленина. Ведь он конкурент для меня, а я говорю о стране, хотя он мог бы быть ЛДПР. В ЛДПР он мог, одно время весь совхоз хотел вступить в ЛДПР, лет 20 назад, весь совхоз. Ну, вся сладкая, сочная. И главное сразу сок дает. Вот нежная, она тает во рту. Но это же импортная, ничего не даст. Это брак, резина, гадость, химия. Вот она, с поля. Павел Николаевич, то есть можем накормить себя, но запросто, запросто. И вкуснее, и здоровее. И министерство здравоохранения бы закрыли. Нормальное питание и работать. Поработали час-два в день и хорошо покушали. Это был 14 раз, когда мы приехали в совхоз, и мы благодарны Павлу Николаевичу, потому что это образцовое хозяйство. Когда говорят, давайте сделаем образцовое. Вот он давно сделал. И сам себя он не рекламировал. Мы просто слышим пресса, газеты, вот есть такое, клубника. Поэтому спасибо, что вот такие должны быть хозяева земли. Понимаете? Давайте поблагодарим Павла Николаевича за прекрасный вопрос. И будем надеяться, что хозяйство будет и дальше процветать. А, Власов, осенью еще раз несешь предложение присвоить звание героя. Герой труда. Герой труда. Понятно? Спасибо. И соберешь подписи от всех молодых депутатов Госдумы. Однако жириновцы охотнее трудятся на политической неве, чем на земляничных полях. И после отбытия кортеджа лидера партии ретировали сельских просторов в сторону белокаменной столицы. Вот что поведал об этом начальник отдела садоводства Игорь Шамонин. Мы ждали гораздо больше помощи. Думали, что приедут хотя бы 100 человек на сбор земляники. В 10 часов утра приехали только 10 человек собирать землянику. Вышли в 10. До 12 они собрали по 4 килограмма земляники. Сели и стали ждать Владимира Вольфовича. В 12 часов приехал Владимир Вольфович. Также приехал Павел Николаевич. Ну, записали видеосюжеты. И как только руководство разъехало, и вышли с поля и эти же 10 сборщиков. При въезде в поселок, конечно, встречал их раз в пять. Больше человек, которые стояли с флагами. Ну, мы сначала думали, что они тоже останутся на поле и помогут нам дальше собирать урожай. Но при уезде руководители все разъехались. Когда я стал спрашивать, почему уезжаете, собирайте дальше, они сказали, что нам уже все оплатили. Поэтому мы собираемся и уезжаем. Напротив, аналогичный десант молодежи КПРФ проявил себя в прошлом году блестяще и собрал 6 тонн земляники за один рабочий день. Не знаем, кто на выборах в Государственную Думу этой осенью соберет больше урожай, но на соревнованиях по сбору земляники КПРФ выиграла с большим отрывом. ТВ-совхоз напоминает, что помочь со сбором урожая совхоза имени Ленина может каждый желающий. Достаточно утром к 6 утра приехать к станции метро Домодедовская, откуда автобусы доставляют добровольцев на поля для сбора ягоды. Не забывайте, что 10 процентов собранного урожая вы заберете в качестве благодарности за ваш труд. До скорых встреч! Все на полях совхоз имени Ленина, директор Павел Николаевич Грудинин, герой труда. Они вырастили герои рабочие совхоза, а мы собрать не хотим. Автобус бесплатно от метро Домодедово сюда, но объявите об этом всей Москве. Погибает клубника, через недели две уже ее не будет.